Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из солнечной Турции! Сегодня поговорим мы на тему «Такова ли реальная жизнь? Как ее нам показывают турецкие сериалы?» Ведь многие из вас оставляют представление о жизни в Турции именно смотря турецкие фильмы. И очень часто мне в Инстаграм и в Ютуб приходят вопросы, именно вот связанные с сериалами, когда девочки переносят сериальную жизнь на жизнь реальную. И поэтому я решила с вами сегодня об этом поговорить. Кстати, кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живу я в Измире, но вы смотрите канал Turkey in Life. И кто еще не знает, у меня есть также Инстаграм, ссылочка на него находится в описании под видео. Переходите, подписывайтесь там, и еще больше всего интересного. Ну а я перехожу к теме. Наверное, 95% девушек смотрят сериалы турецкие из-за красавчиков турецких актеров. Но давайте не будем кривить душой, многие актеры, которые играют в турецких сериалах, действительно красавчики. И многие думают, что все турки в жизни реально такие же. Мне кажется, если бы это было так, жить бы в Турции было крайне сложно. На самом деле нет. Конечно же, как и во всем мире, актеры в сериалах – это актеры в сериалах. И, конечно же, это абсолютно другие люди, нежели чем в реальности. Если в сериалах мы видим высоких, статных, очень часто светловолосых, голубоглазых турок, то в реальной жизни большинство турок, как бы среднестатистический турок – это человек не очень высокого роста, с карими глазами, темной кожей, темными волосами и так далее. Что касается светловолосых, светлокожих турок с голубыми глазами, которых показывают в сериале. В основном это, так скажем, смешанная кровь. Очень часто это выходцы с Балкани. Ну, за пример того же известного актера Кванч Татлытуга, от которого просто тащатся многие девочки, он имеет балканские корни. Выходится его семья, выходцы из Югославии. Вот так. Ну, а большинство турок, как я уже сказала, это совсем не такие турки, как нам показано в сериале. Ну, и из этой темы у нас плавно вытекает следующая тема – это Если мы посмотрим практически все сериалы, да, то нам показывают в большинстве своем – это такую более свободную жизнь, когда, например, пара начинает уже даже жить до свадьбы, более свободные, более европейские отношения. На самом деле, в большинстве случаев этого тоже вы в Турции не увидите. Например, чтобы пара, молодой парень с девушкой жили вместе до росписи – это очень-очень редко случается, и только в каких-то современных городах, таких как Стамбул, в таких как Измир, Анталия. Ну, это огромнейшая просто редкость, потому что в Турции все-таки так не принято. Тем более, если это молодые люди, которые никогда не были женаты, то есть это, так скажем, их фактически первый союз. И как показывают в сериалах, что все происходит очень и очень быстро, завертелось, закрутилось, и вот уже, например, девушка приходит домой к парню. Такого тоже практически не бывает в реальной жизни в Турции. То есть это очень-очень редко встречается, потому что все-таки семьи в Турции, семейные ценности построены так, что сначала свадьба, ну а потом уже, как говорится, все остальное. Конечно, современная молодежь, она более раскрепощенная, более свободная в вопросах отношений и так далее, но опять-таки это в больших городах, потому что до сих пор существует такое понятие, как намус, что девушка не может вступить до свадьбы, в интимные отношения с молодым человеком. Это просто, это аиб, если там узнают родители, то им придется обязательно пожениться. А так как показано в сериалах, когда встречаются, расстаются, гуляют и так далее, все это большая и большая редкость. Еще один вопрос отношений — это неравные браки. История про прекрасного принца и прекрасную Золушку, когда какой-то богатый турок влюбляется в бедную девочку, женится на ней, преодолевая препятствия какие-то, может быть, когда семья против и так далее, и в итоге все у них становится хорошо. Я помню, я смотрела сериал «Зумрудянка», и вот там главный герой, значит, он полюбил, у них случилась взаимная любовь с той самой «Зумрудянкой», да, вот девушкой так звали. А главного героя звали, не помню уже, как его звали, в общем, у них любовь-морковь. Его семья против, конечно же, потому что как это так, взять нищенку какую-то, как он может взять нищенку в жены. Ее отец, соответственно, тоже против, потому что, ну, как бы не пара. Мать, естественно, за, там мать у нее особая история, она очень хотела своим дочерям богатого мужа. И вот, значит, они через все эти перипетии, они вместе, они женятся, и его, как же его звали-то, Господи, не помню. Сердар, не Сердар, в общем, как-то его звали, если кто смотрел, напишите, как его звали, в голову не приходит. Его бабушка, то есть мать его умерла, его бабушка настолько против, она строит козни, и он выгоняет из дома свою собственную бабушку, чтобы жить в этом доме с женой. Такого встретить в Турции, тем более в закрытом, не в Шехире, в Кайсере, где очень-очень консервативное общество нереально. Никакой турок никогда не выставит за дверь свою собственную мать, свою собственную бабушку ради своей жены. Пусть даже она там будет самая плохая, пусть она даже будет строить самые гадкие козни, этого никогда не случится, потому что родители здесь, в турок, всегда на первом месте. И неравные браки, это, мне кажется, настолько исключение из правил в Турции, то есть здесь все женятся, так скажем, если парень из богатой семьи ему найдут невесту из богатой семьи. Родители никогда не позволят ему жениться, например, на бедной турчанке, или богатая турчанка никогда не выйдет замуж за какого-то, ну, как бы бедного, пусть и принца, пусть и самого лучшего на свете. То есть родители не позволят этому случиться. И если, допустим, есть какие-то примеры для этого, да, то это очень-очень большая редкость. И опять-таки это в крупных городах, в крупных городах только происходит, в таких как Стамбул, Измир, возможно, Анталия. Но это действительно редкость, потому что турки в этом плане очень консервативны, и семьи, тем более, когда семья очень-очень богатая, к примеру, да, то есть она вращается в определенных кругах, привести какую-то девушку в дом не из их круга, очень-очень проблематично и очень-очень сложно. Вот это та сказка, которую нам показывают в сериалах, в которую бы хотелось верить. Одежда это тоже отдельная тема. Если посмотреть на турчанок из сериалов, то каждая одевается очень со вкусом, очень стильно. У многих это какие-то мини-юбки, глубокие вырезы, вот такие вот каблуки. Шикарный просто макияж, очень яркий. Мы сейчас смотрим уже третий год сериал Ясак Эльма «Запретный плод», и вот там на работу приходят дамы в супер-супер платьях мини с открытой спиной на каблучищах 10 сантиметров. Это крайне редко можно увидеть в Турции. В основном турчанки стараются в повседневной жизни одеваться во что-то более спортивное, джинсы, какие-то легкие платья, обувь без каблука. Почему? Потому что во многих городах Турции на дорогах не асфальт, а брусчатка. Ходить по ней, например, на центральных улицах, я говорю, ходить по брусчатке в каблучищах невозможно, в жару ходить в каблучищах невозможно, потому что ты сам еще плавишься, а если еще надеюсь каблуки, то ноги отекут так, что мало не покажется. Поэтому тот образ турчана, который мы видим в сериалах, это, конечно, тоже не повседневная жизнь. Это какие-то соседи, которые ходят на приемы и так далее и тому подобное, которых возит личный водитель и которые ничем не запариваются. Еще один момент, опять-таки, плавно перетекающий с предыдущего. Во всех сериалах все в обуви заходят в дом и ходят в обуви по дому. Не бывает такого. Не бывает такого, потому что все развиваются возле порога. В Турции так принято обувь снимать возле порога и уже в дом проходить без обуви. Чтобы кто-то по дому ходил в обуви, я лично такого в Турции не видела. Возможно, где-то в каких-то супер-мега-богатых домах, где есть домработница, которая каждый день намывает ковры, возможно. В нормальных обычных домах нет. Почему-то в турецких сериалах все разъезжают на такси. Исключительно на такси. Если нет личной машины, то все ездят на такси. Причем на такси ездят даже те, у кого нет денег. Мы тоже смеялись очень сильно. Показываю, значит, остались практически на улице две героини сериала. У них нет ни денег, ни работы, ничего. Зато каждый день, если им нужно куда-то ехать, они едут на такси. Никак ни на автобусах, ни на трамваях, ни на метро, ни на вапурах, а именно на такси. Хотя такси в Турции это, в принципе, удовольствие не из дешевых. Если люди среднего класса, если люди не слишком богатые на такси, они особо не ездят. Они пользуются общественным транспортом так, как и везде. А по сериалам, по фильмам может создаться такое впечатление, что здесь все на такси разъезжают. Нет, это не так. Что касается работы. Тоже смешит меня это в сериалах. Когда смотришь сериал, либо фильм, кто-то где-то работает, но непонятно, чем он занимается. И жизнь в офисе всегда такая, что все работают, но что они делают, непонятно. Они больше ходят, пьют кофе, ходят, сплетничают и так далее. Так ли это? Отчасти так. Потому что, действительно, турки и продуктивность на работе, это как будто бы понятия немножко несовместимые. В офисах, действительно, все частенько гоняют чаи, каждые полчаса ходят на перекуры, девушки сплетничают и так далее. Здесь нет такого, что вот ты пришел, открыл компьютер и просто вошел в график и работаешь до конца рабочего дня. Нет, здесь большая часть в офисе проводится вот в таком вот режиме, когда ты там ходишь, сплетничаешь и так далее. Ну и, конечно же, постоянные интриги, которые показываются в сериалах. В Турции это тоже не редкость. И на рабочих местах, и не на рабочих. Посплетничать, поинтриговать, это вот любимое для турок дело. И вот после того, что я сейчас рассказала, возможно, создается впечатление, что все, что показывают в турецких сериалах, это выдумка, и все это не так. Не все, конечно. Очень многое из того, что показывают, это правда. Ну, например, образ жизни, когда вся семья, например, собирается за одним столом, все вместе ужинают, все вместе завтракают и так далее. В Турции это действительно так. В Турции культура семейных завтраков, семейных обедов, если это выходные, семейных ужинов, она очень развита. И собраться всем за одним столом, всей семье, подождать друг друга, пока там кто-то придет с работы. Это нормально, это принято, это так. И, например, как у нас, да, там, пришел пораньше с работы, быстренько поел, пока там поела, пока муж не пришел, а он когда пришел, пусть сам поест, такого здесь не бывает. Здесь принято так, что все кушают вместе, пьют вместе чаи, пьют вместе кофе, собираются, да, там, в гостиной вечером, ну, приходят гости очень часто. Про гостей без приглашения, которые тоже очень часто показывают в сериале, что хоп, звонит звонок в дверь, и там пришла какая-нибудь обла или там знакомая. Это тоже правда, такое частенько в турецких семьях случается, то есть у нас такого нет, но это не значит, что в нашей семье, я говорю, но это не значит, что это нет ни у кого. В большинстве, в 90-х, мне кажется, 5% турецких семей это так, что ты можешь сидеть... Я сказала, что этого нет, и тут же звонит звонок здесь. Ну, случайно совпал, на самом деле, бывают же вот такие совпадения, приехала доставка, привезли нам кондер, вот, ну, а я продолжаю. Это действительно так, то есть в Турции вы можете сидеть дома, и к вам могут прийти, там, родственники, знакомые, друзья, и вы должны будете их чем-то угостить, то есть могут просто прийти попить кофе и так далее. Точно так же с соседями в Турции, да, если вы, может быть, замечали в сериалах, показывают, что, хоп, звоночек, в дверь пришла соседка, и здесь тоже такое бывает. Вот, то есть этот момент, который показывают в турецких сериалах, это, конечно же, правда. Еще один момент, который тоже, правда, как показывают в турецких сериалах, очень многие, даже самые небогатые люди, очень часто ходят в кафе попить кофе, поесть и так далее. То есть я, насколько вот помню свою жизнь в России, мы, например, так часто, чтобы каждый день где-то ужинать в кафе, но это нереально, это дорого, и это не принято так. А здесь, в Турции, это в порядке вещей, очень много есть недорогих кафе, называются они лаканты, это типа столовую, где можно спокойно поесть утром, вечером, можно прийти всей семьей, и, конечно же, есть и дорогие рестораны, да, то есть культура сходить куда-то покушать, либо заказать готовую еду из кафе, она здесь развита уже очень-очень-очень много лет. И, допустим, когда вы видите в сериале, что там люди заказывают еду домой из кафе, либо идут куда-то покушать, то есть это все правда, это все так и есть, и даже небогатые, так скажем, среднестатистические семьи среднего класса очень часто кушают где-то за пределами дома, и вот, например, мы тоже, а я там сегодня не хочу готовить, давай сходим куда-нибудь поесть. Но это когда пандемии нет, сейчас, конечно же, это уже нереально. Уважение к старшим. Если в первой части видео я говорила, что в некоторых сериалах показывают там, как богатый парень, вопреки мнению семьи, может жениться на бедной турчанке, и это очень большая редкость, этого не встретишь в Турции, в сериалах и фильмах также показывают семейные ценности и уважение к старшим. Это действительно присутствует, это и действительно имеет место быть в турецкой культуре. Также в сериалах показывают и то, как отцы очень заботятся о своих детях, уделяют им очень много внимания, и это действительно происходит в реальной жизни. В реальной жизни турки очень привязаны к своим деткам, очень заботятся о них, гуляют с ними, постоянно с ними играют. И дети здесь, так же, как показаны в сериалах и фильмах, в реальной жизни, это вот цветы жизни, для которых делается все. То есть в реальной жизни Турции это действительно так. У многих, как показано в сериалах, есть помощницы по дому, которые приходят, помогают им в быту, возможно, готовят, возможно, убирают. Есть какие-то няни, которые смотрят за детьми у работающих турчанок, и в больших городах это действительно так. Если и муж, и жена работают, то у них обязательно есть помощница по дому, которая приходит хотя бы раз в неделю, две, или хотя бы раз в месяц для того, чтобы помочь с уборкой дома. Очень многие нанимают нянь для того, чтобы смотрели за их детьми, потому что здесь декретный отпуск очень короткий. Это не так, как у нас, три года. По-моему, он длится до трех месяцев, что ли, или что-то вроде того, я точно не знаю, если честно. Вот, и поэтому очень многим приходится нанимать няню. У нас даже есть родственница, которая для своего сына, поскольку она работает, она нашла няню, которая с ним вот с утра и до вечера, потому что ей гораздо выгоднее работать и платить няне, чем сидеть дома и смотреть за ребенком. То есть она как бы может так больше заработать денег, и муж, соответственно, работает. Если это какие-то большие семьи, то за детьми смотрят очень часто старшие сестры, если они есть, либо бабушки, которые не работают. Очень многие турчанки старших поколений не работают. И вот так вот это все происходит. Вот это вот, в принципе, то, что мне сейчас пришло в голову. Конечно же, это не все. Возможно, у вас есть какие-то идеи по этому поводу. Возможно, вам есть что добавить. Я буду очень рада. Просто если сейчас перечислять абсолютно все, то это получится неимоверно большое видео. Поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, что вы видели в турецких сериалах. И, возможно, вам захочется спросить, вы что-то видели в сериале, правда это или нет. Тоже задавайте вопросы, пишите свои какие-то замечания. Я буду очень рада. Буду рада вашим лайкам. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. На Инстаграм также подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok